вот этот кефир полтора процентный я положу в морозильную камеру чтобы сделать домашний творог достала я кефир наш замороженный весь я его сейчас разрежу берем марливый отрез свернули два слоя и оставили его так вот размораживаться таком виде я поставлю в холодильнике пусть он при естественных температурах холодных немножко разморозится потом я порежу его на кусочки наш кефир тает смотрите как мороженое получается красиво знаете пахнет очень вкусно кефир напоминает прямо действительно как бы творожную массу подрастала немножко и мы завязываем нашу марлю завязали видите там уже сыворотка стекает вот столько сыворотки много у нас получилось будем блины выпекать здесь только у нас творога такой порошок нежный такой мягенький нежный смотрите сколько творога получается выгодно покупать здесь грамм ну 400 не меньше будет творога получается 58 рублей за пачку кефира творога 400 грамм если 200 грамм у нас стоит 59 а здесь 400 конечно большая выгода и главное что он вкусный очень даже вкусно выход сделаем сейчас одного литра кефира сколько у нас получилось творога так мисочка у нас 325 и такая же вот мисочка у меня с творогом 681 у нас творог 200 граммовая пачечка 59 рублей вот а здесь две пачечки таких это 118 рублей это большая выгода берем тканевую марлю сторонку берем укроп немножко соли и выкладываем наш творожок а а а а а а а в качестве гнета мы поставим мед у баночку меда и он будет нас вот так стоять и будет у нас выделяться сывороточка смотрим наш творог что у нас здесь получилось вот он сырочек такой получился мы снимаем мартичку эту мою вот получился у нас такой сырок творожок с укропом с солькой будем сейчас пробовать не люблю на камеру конечно но за камерой буду пробовать очень вкусный очень даже а например ну видите как она затвердела и теперь можно резать на кусочки на такими кусочками можно кушать экспериментировать можно со всем чем угодно мне очень нравится взять вот такие хлебцы костные сделать такую намазочку спасибо девочкам блогерам которые делятся рецептами и мы учимся у них что-то свое добавляем в этот рецепт можно добавить не только укроп с солью но и чесночок то же самое будет вкусно